МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В честь 70-й годовщины Победы сегодня чествовали ветеранов Великой Отечественной войны тружеников тыла и узников фашистских концлагерей. По-прежнему скользко. Гололед не оставляет в покое многие рязанские улицы, а заодно и прохожих. Должникам жениться можно. Судебные приставы опровергли информацию о том, что молодоженов с неоплаченными штрафами не допустят до дверей ЗАГСа. Но теперь обо всем подробнее. До 9 мая осталось чуть более двух месяцев. И сейчас число мероприятий и памятных акций, посвященных юбилейной 70-й годовщине Победы, советского народа над фашистами становится больше. Так сегодня в стенах областного правительства наградили региональными наградами ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников концлагерей. В региональном правительстве прошла торжественная церемония вручения ветеранам Великой Отечественной войны государственных наград. Событие посвящено 70-летию Победы. И для меня большая честь вручить вам заслуженные государственные награды. Это юбилейная медаль в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скоро мы все с вами вместе будем отмечать этот великий праздник, этот юбилей Великой Победы. Действительно праздник, который объединяет буквально всех, от мала до велика, независимо от возраста, социального положения и политических взглядов. Потому что в России, если брать патриотические праздники, то, наверное, это праздник номер один. Участники боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей – все они являются живыми свидетелями страшных событий. Их устами молвит сама история. Я человек, который, начиная из-под Киева, до конца освобождал Украину. Во всех операциях наш полк принимал участие. А сейчас Украину терзает. У меня там родственники и так далее. Первый форсировал бисну. Честно скажу, чуть не потопил свой расчет. И сам не погиб с автоматом, будь 20-30 сантиметров воды побольше. Потому что спрыгал с понтона по шейку вода. А не будь этого, значит, не было у меня и моего расчета, и не было плацдарма, который мы отцаивали. Я коснулся этого только потому, что в последнее время очень много изменений преломляют наши все победы, все наши успехи. После официальной церемонии награждения губернатор вместе с ветеранами за чашкой чая обсудили нюансы подготовки к 9 мая. Олег Ковалев отметил, что ни один участник войны не останется без внимания в рамках акций, которые будут проходить в преддверии празднования 70-летия Победы. Также в неофициальной обстановке заседавшие обсудили вопрос патриотического воспитания. Поговорили о работе, которая проводится с молодежью. Это великое дело для каждого из нас. Наш глава области чествует нас за наши дни, за наши военные. И на нас таким образом накладывается новая задача, а она, кстати говоря, и сама по себе движется. Это работать с молодежью. Потому что все вы знаете новое, я ничего не скажу. В конце встречи Олег Ковалев поблагодарил ветеранов за их смелость и самоотверженность, за их патриотизм. Эти люди, как никто другой, знают цену жизни и смысл легендарного военного лозунга «Служу своему отечеству». А накануне также в торжественной обстановке, только уже в здании городской администрации, ключи от новых квартир получили дети-сироты. Теперь молодым людям предстоит обживаться в положенном им по закону жилье. Кстати, в прошлом году для таких ребят администрация города приобрела 12 квартир. С новоселами пообщалась Оксана Тебенихина. В администрации города 3 марта прошла церемония вручения ключей от квартир сиротам. 12 человек смогут въехать в свое собственное жилье уже в ближайшее время. Поздравила ребят заместитель главы администрации Лариса Крахалева. От всего сердца поздравляю вас. Конечно, хотелось бы всем дать жилье, всем нуждающимся. К сожалению, пока это невозможно. Жизнь ужасная штука, если о ней помыслить. То захотят повесить, то захотят повысить. То тебя в генералы, то тебя в рядовые. То тебе гонорары, то тебе чаевые. И все-таки жизнь – это чудо. А чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда, то падаешь, то летишь. В 2012 году на средства регионального бюджета удалось приобрести 36 квартир для сирот. В 2013 – 21, а в 2014 – 12. В планах на этот год приобретение 27 квартир, если, конечно, не произойдет изменение цен на жилье. Тех, кто уже получил заветные ключи от новых квартир, эмоции буквально переполняли. Ребята не смогли сразу поверить в то, что их скитания по бюрократическим кабинетам наконец окончены. Сейчас я получила ключи от своей квартиры, долгожданной квартиры, потому что я ее очень ждала, очень собирала долго документы, бегала по разным инстанциям. Там, по-моему, 30 метров квадратных, да, по-моему, да. Вот, находится она в Канищево, там Семчинская, по-моему, да. Вот, квартира на 10 этаже, вот, с счетчиками, с застекленным балконом, с хорошим ремонтом. Квартиры полностью отремонтированы. Как говорится, въезжай да живи. Что ж, пожелаем ребятам счастливого новоселья. Несмотря на остановившуюся довольно устойчивую и теплую погоду, на городских тротуарах по-прежнему встречается толстый и порой весьма неприятный слой льда. Конечно, не везде, например, центральная улица Рязани, в принципе, не беспокоит прохожих, чего нельзя сказать об улицах второстепенных. Каждый год на дорогах и тротуарах нашего города образовывается огромный слой льда. Коммунальные службы борются с этой бедой неустанно. Но, судя по всему, этого недостаточно. Огромное количество людей попадают в травмпункты с переломами и ушибами. Чаще всего это пенсионеры и люди среднего возраста. Радуют, что хотя бы центральные улицы города выглядят более-менее прилично. Скажите, пожалуйста, скользко ли на улице? Да. Вот там вообще не убирается. Вот сейчас шла вот оттуда, от центральной площади вообще не убирается. Ну, сами видят, конечно, скользко. Три человека при мне сегодня упали. Очень сильно. Но дороги, наверное, не чистят. А на улице города очень скользко? Очень. Из-за чего такая ситуация получается? Ну, я думаю, не работают ЖКО наши. Не посыпают просто дорожки. Посмотрите, как скользко. Невозможно пройти. Особенно вечером. Также из-за наледи страдают и автомобилисты. Многие водители, преимущественно начинающие, не всегда могут справиться с машиной на скользкой дороге. Но если проезжие части выглядят относительно сухими, то во дворах ситуация остается плачевной. Угробить свою ласточку из-за халатности коммунальщиков, согласитесь, но очень жалко. Выйти из дома, при этом ничего не сломав, в некоторых дворах просто нереально. Надеемся, в будущем городские власти уделят немного больше внимания к этой проблеме. Рязанские дорожные полицейские продолжают выявлять нетрезвых водителей. Так, за последние сутки более десятка таких горе-автомобилистов лишились своих прав. Огромное количество ДТП в нашем городе происходит по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции активно борются с данным видом правонарушений. На регулярной основе ими проводятся рейды, в ходе которых выявляются нетрезвые горе-автомобилисты. Только за прошедшие сутки было задержано 11 граждан, находящихся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. В предстоящие праздники автоинспекция усилит наряды, а также проведет дополнительные мероприятия, связанные с массовой остановкой транспортных средств для выявления водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. Будем надеяться, что эта проблема, если не искоренится окончательно, то хотя бы количество пьяных водителей уменьшится. В понедельник в федеральной прессе появились сообщения о том, что отныне должники не смогут вступать в законный брак. Появились они после пресс-конференции директора Федеральной службы судебных приставов России Артура Парфенчикова. По опубликованной информации, глава ведомства вроде бы предложил проверять молодоженов на предмет задолженностей и неоплаченных штрафов. Если таковые у кого-либо из новобрачных имеются, то брак невозможно будет зарегистрировать. Однако на следующий день, во вторник, приставы выпустили разъяснения и опровержения. После появления подобных слухов, вчера судебные приставы выступили с опровержением. В действительности, директор ФССП России Артур Парфенчиков, комментируя появившееся в последнее время предложение, ограничение должникам доступа к различным видам государственных услуг, включая и обращение в ЗАГС, высказался о недопустимости, на его взгляд, ограничения, например, таких действий, как регистрация рождения ребенка. Что касается ограничения регистрации брака, то директор ФССП России допустил такую возможность исключительно в виде ограничения приема заявления на 1-2 дня, указав при этом, что и эта позиция является крайне дискуссионной. Предпочтение в данном вопросе, по мнению Парфенчикова, должно быть отдано в первую очередь ограничительным мерам в сфере оказания госуслуг, регистрации и отчуждению отдельных видов имущества, а также в предоставлении различных документов, справок и информации. Введение этих мер, пояснил директор ФССП России, в том числе позволило бы в перспективе сократить применение к должникам такой очевидной жесткой санкции, как ограничение права на выезд за пределы страны. И в продолжение свадебной темы. Несколько рязанских пар новобрачных не так давно жаловались на неправомерные, по их словам, действия сотрудников Дома торжеств. Молодожены сообщили, что во время росписи нанятые ими фотографы имели право снимать это важное и торжественное мероприятие только с определенных мест. Из-за этого качеством итоговых фото и видеофайлов остались недовольны многие участники церемоний. Впрочем, сотрудники ЗАГСа заявили, что никаких препятствий для фото или видеосъемки нет, однако гостям Дома торжеств нужно соблюдать порядок при официальной регистрации брака. Разбиралась сложившаяся ситуация Ален Куколева. Брак и сочетание – это не обычная церемония, а таинство, потому как это настоящее тайное рождение чувства, которое объединяет людей в одно целое. Создание новой семьи всегда стремятся запечатлеть на фотографиях и видеофильмах. Поэтому свидетелями рождения новой супружеской пары становятся приглашенные не только родные и близкие, но и фотографы и операторы. И иногда на церемониях происходит некоторое недопонимание между слишком веселыми гостями, ответственными работниками ЗАГСов и старательными операторами, которые зачастую забывают о том, что ЗАГС – это не площадка для экспериментов, а государственное учреждение. Не нужно забывать, что это государственное учреждение, и здесь проходит государственная регистрация брака. И единственная просьба, с которой мы обращаемся ко всем, кто сюда приходит, что нужно соблюдать элементарные нормы поведения в общественном месте. Не секрет, что в Рязани есть определенное количество профессиональных фотографов и операторов, которые сотрудники ЗАГСов всегда рады приветствовать на церемониях. Они не доставляют проблем, знают порядок действий и в то же время успевают поймать нужный кадр. К сожалению, в Рязани очень мало таких ЗАГСов хороших, где действительно сотрудники подходят ответственно к этому вопросу. И чтобы молодые получили прям радость, в основном это ЗАГСы областные, скажем так. Там без проблем всегда проходят регистрации, там очень доброжелательные ведущие, они очень хорошие, никогда ничего не запрещают, скажем так. Всегда очень лояльно относятся, регистрация больше там длится по времени и молодым очень нравится. От этого дня всегда ждут чего-то особенного и часто это особенное приобретает пометку «слишком». Возможно, молодым стоит взять на заметку, что их пожелания, по крайней мере до ресторана, должны вписываться в существующие правила, а всем участникам обратить внимание на свою роль в регистрации брака. Остается надеяться, что старые проблемы останутся за стенами нового здания ЗАГСа. На этом наш сегодняшний информационный выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор волонтерской организации «Лучшие друзья» Вероника Живоронкина. И речь пойдет об итогах пятилетней деятельности организации и о планах на предстоящее время. А на сегодня с новостями это все и до встречи в эфире. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин